Одесса, 4 октября 2022 года. Оперативное командование ЮГ информирует. На утро 4 октября на южном направлении потери врага следующие 87 военнослужащих, 31 танк, 27 единиц автобронетехники. В Черном море находятся 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общее число которых 32 штуки. Вооруженные силы Украины освобождают Херсонскую область. На вечер 4 октября освобождены следующие населенные пункты Блокитная, Новодмитровка, Нововоскресенская, Новониколаевка, Старосилля, Новопетровка, Дудчаны, Богуславка, Давыдов-Брод, Вылыко-Александровка. Из перехваченных военных донесений российскому командованию. Полная военная катастрофа войск Российской Федерации Херсонской области. 3 октября выбиты из Дютчан, 4 октября выбиты из Давыдова-Брода. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то угроза окружения всей группировки на правом берегу, включая город Херсон. С 24 февраля 2022 года в Украине погибло 414 детей и 786 получили ранения различной степени тяжести, наши бедные маленькие ангелочки. Александр Лукашенко наконец признал, Беларусь принимает участие в спецоперации Российской Федерации, но своих военных не посылает. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о никчемности актов Российской Федерации, которые нарушают суверенитет и целостность Украины. Он постановил признать никчемными эти акты, то есть такими, которые не несут никаких юридических последствий. Совет Федерации России единогласно ратифицировал договоры о вхождении так называемых ДНР, ЛНР с Запорожской и Херсонских областей в состав России. С этого дня все меняется. Раньше это были временно оккупированные территории Украины, а теперь, внимание, это временно оккупированные территории Украины. Раньше их возглавляли оккупационные администрации, а теперь, внимание, их будут возглавлять оккупационные администрации. Вы спросите, а что же поменялось? А я говорю, да ничего, да нам похрен эти акты. Я думаю, что выражу общее мнение моих земляков и соотечественников и скажу, что это была, есть и будет украинская земля. Я хочу выразить слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные и дружеские комментарии в адрес моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok